Всем огромный привет! Рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня я хочу поговорить про мои арабские парфюмерные новинки. Покажу вам три полноразмерных аромата. И в отличие от предыдущего видео, я не буду ни один аромат ругать, потому что мне все они понравились. Поэтому, если вам такая тема видео интересна, то оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. И начать мне хотелось бы, наверное, с самого дорогого аромата из тех, что сегодня покажу. Это моя самая-самая последняя новинка от бренда Arabian Wind. В принципе, с этим брендом я знакома довольно-таки побочно. У меня есть еще один аромат под названием Поммиграната. Тот тоже прекрасный парфюм. И в этот раз я решила познакомиться с ароматом под названием Jammas. Конечно, красивая презентация, красивая упаковка, лаконично, все сдержано. Мне такое нравится. И плюс флакон довольно-таки тяжелый, увесистый. И крышка здесь металлическая. Оформление, конечно, абсолютно никаких претензий, но и звучание ароматов достойное. Этот бренд представлен на сайте Рандеву. Я обязательно вам ссылочку оставлю на все ароматы в описании под видео. Также я пропишу свой именной промокод на 10% скидку на сайте Рандеву. Называется он 10верун. Данный промокод суммируется абсолютно со всеми скидками и акциями. И действовать он будет при покупке от 2,5 тысяч рублей. Поэтому проходите, смотрите. Обязательно все ссылочки будут, как я уже сказала, в описании под видео. Что касаемо аромата. Я, конечно, так как его заказывала вслепую, немножечко переживала. Потому что в отзывах люди, многие пишут о том, что здесь насыщенный зубодробительный мускус. Сейчас я его нанесу на блотер. Что касаемо мускуса, да, он здесь насыщенный. Но для меня он ни в коем случае не зубодробительный, как пишут. Старт у него супер сочный фруктовый. По-моему, здесь заявлен и ананас, и зеленое яблоко, и персик. Я не могу вычленить ни одной ноты то, что заявлено. Просто я идентифицирую, что это сочный сладкий фруктовый старт. То есть фрукты настолько здесь все между собой перемешаны, они настолько звучат парфюмерно, что я абсолютно даже яблоко зеленое не могу выделить. Но единственный такой момент. Я долгое время в этом аромате слышу некие зеленые, терпковатые, даже немного горьковатые ноты. Мне это нравится, потому что вот эта зелень, вот эта небольшая горчинка как будто бы разбавляет композицию, разбавляет вот эту фруктовую сладость, разбавляет также ноту мускуса. И причем на моей коже зеленые ноты сохраняются довольно-таки долго, что мне безусловно нравится. Потом уже через какое-то время, да я бы сказала, наверное, даже меньше, чем за полминуты, в раскрытии появляется, конечно же, мускус. И с каждой минутой этот мускус, конечно, становится более ярким, более насыщенным. Но повторюсь, что для меня он носибельный. Наверное, еще буквально бы 10% они сюда мускуса положили, и для меня это было бы неносибельно. Но пока что все довольно-таки для меня политкорректно и уместно. Я такой носить могу. В общем-то, в целом, композиция именно фруктовая, цветочная, немного зеленых нот, конечно же, насыщенного мускуса. Что по поводу цветов, они здесь присутствуют, но для меня не на подпевке. В первую очередь, для меня это все-таки, наверное, фруктово-цветочный аромат, нежели чем цветочно-фруктовый. И, конечно, я скажу так, если вы с настороженностью относитесь к любой разновидности мускуса, то этот аромат 100% вам не понравится. Но можно, конечно, познакомиться в пробнике в качестве, скажем так, расширения своего какого-то парфюмерного кругозора. А если вам нравится мускус в парфюмерии, в любом проявлении, в любой концентрации, то обязательно стоит познакомиться с ароматом Jammas от бренда Arabian Wind. Знаете, если вот говорить по поводу того, многие сейчас, наверное, подумают, что это что-то схожее с кирки, но на самом деле нет. Здесь даже фрукты немного другие. Здесь мускус абсолютно другой. Мускус для меня более, наверное, даже европизированный, хотя, конечно, это арабский, восточный аромат. Но вот какой-то мускус, он насыщенный, но при этом я не могу сказать, что он целиком и полностью для меня арабский. Красивый аромат. Даже, знаете, немножечко считываются мне какие-то общие отголоски процентов 10-20 с ароматом Dahab от бренда Kaya. Вот что-то такое есть. Я вот тоже, опять же, могу сказать, например, мне кирки аромат не нравится, а Dahab от бренда Kaya мне понравился. Хотя мускус и там, и там насыщенный, такой серьезный, даже в какой-то мере для кого-то зубодробительный, но, тем не менее, мне аромат Dahab понравился больше, чем кирки. Вот как-то так. Прекрасный аромат, прекрасная композиция, сладкий, но при этом не переслащенный. Хорошо подойдет, мне кажется, он, в принципе, на прохладную весну, на осень и зимой. Сейчас тоже я его представляю, будет поднимать настроение. Иногда зимой хочется таких фруктовых, сочных нот, и Jammas как раз придет на помощь. Прекрасно, мне очень понравился. И хочу сказать, что, на мой взгляд, цена целиком и полностью оправдывает содержимое внутри, потому что звучание дорогое, звучание качественное. Сейчас я его вдыхаю с блоттера и просто наслаждаюсь. Мне он так нравится. Даже, наверное, попробую сейчас зимой его поносить. Мне кажется, он тоже будет красиво очень звучать. Дальше, мои хорошие, следующий аромат, который я вам покажу, от бренда Latafa, один из моих любимых арабских брендов в целом, я так для себя лично поняла, это Nibras. Заказывала я его вслепую. Мне было достаточно услышать пару отзывов, мне было достаточно почитать пирамиду, и все стало на свои места. Я сразу поняла, что это целиком и полностью мое направление, и аромат мне должен 100% понравиться. Ну, процентов на 95, я была, конечно, в этом уверена. Тоже красивое оформление, качественное, ну, прям-таки дорого, конечно, это все выполнено. Не скажешь, что аромат стоит таких денежек. Здесь голограмма, подтверждающая оригинальность. И тадададам, красивый тяжелый флакон. Очень тяжелый, конечно, флакон, но тут, понятное дело, металлическая крышка плюс металлическая вставка на самом флаконе. У меня претензий абсолютно никаких нет к оформлению флакона, и забегая вперед, конечно же, нет никаких претензий к звучанию аромата. В общем, посмотрите, какая красота. Но я не могу это не отметить, хотя мне писали в комментариях, зачем вы столько акцентируете внимание на флаконах. Ну, нравится мне иногда пообсуждать флаконы, почему бы нет. Визуальное, эстетическое удовольствие тоже еще никто не отменял. Сейчас я его тоже нанесу на блотер, хотя, в принципе, я хорошо помню, как он звучит. Скажу честно, я его еще не разнашивала, не выгуливала так, чтобы в люди. Просто несколько раз тестировала дома. На самом деле, я даже хочу, чтобы он у меня настоялся подольше, месяца 2-3, чтобы, соответственно, здесь появилась стойкость и шлейф. Поначалу мне показалось, что он не особо был стойким, но нет. Вот я его буквально пару дней назад тестировала, у него стойкость уже порядка 5-6 часов на мне. По поводу Небрас. Ой, мои дорогие, что я здесь слышу? В первую очередь для меня это горький порошок какао. Вот именно порошок какао с горчинкой. Даже какие-то крошки шоколадного печенья мне представляются в этом аромате. И все это перемешано обильно с листиками мяты. Я не знаю откуда, но мне здесь очень хорошо слышится именно зеленый мятный акцент. Мята в пирамиде не заявлено, но я ее очень хорошо слышу. То есть вот эта связка порошка какао, каких-то крошек шоколадного печенья и мяты я здесь очень хорошо выделяю. И все это на амброво-древесной базе. База у него тоже очень теплая, древесная, амбровая. Мне это нравится. Аромат согревает, аромат окутывает. И, кстати, ни одна я слышу в нем мяту. Тоже с девочками в телеграм-канале обсуждали данный парфюм. Я похвасталась, что у меня вот такая новинка появилась. И мне отписались в комментариях, что в этом аромате тоже слышат сочетание шоколадных нот и мяты. Вроде бы как говорили о том, что это аромат по мотивам и какой-то аналог аромата Билли Айлиш в таком красивом флаконе в виде силуэта девушки. Не знаю, ничего не могу сказать, потому что с тем ароматом не знакомо. Но на самом деле я хотела с ним познакомиться еще давно. Меня привлекал этот флакон, привлекали описание на него. Не знаю, мне не важно, честно говоря, уже даже как звучит оригинальный Билли Айлиш. Потому что у меня теперь есть небрас. И тоже, что хочу отметить по поводу шоколадной жадины от Монталь. Вы знаете, все-таки нет, они не схожи для меня. Но, безусловно, все-таки, наверное, 15-20% есть от Монтальки. Да, вот что-то такое есть, потому что в Монталь там шоколадные печенья, но при этом там тоже присутствует некая припудренная нота именно порошка какао. И вот этим они схожи. Аромат потрясающий. И я рада, что он настаивается. Уже стойкость 5-6 часов для меня это неплохая стойкость. Рада, что с ним познакомилась. Абсолютно вкусное гурманское звучание. Если вы такое любите. Вообще, в принципе, если вам нравится аромат шоколадной жадины от Монталь. То есть, по всей видимости, вам нравится такое направление именно шоколадности, да, какой-то гурманики. То и Небрас вам, скорее всего, зайдет. Обязательно стоит познакомиться, хотя бы заказать от Левант, либо какой-то пробник, но Небрас это нечто. Вообще не скажешь, что он стоит таких денег. Потому что флакон, вообще сама коробка, самооформление и звучание, но это вообще никак не укладывается в голове. Арабы большие молодцы. Большие молодцы, потому что сейчас, конечно, с такими ценами на ароматы, многие перешли именно на арабскую парфюмерию. Браво! Здесь я, кстати, не сказала, конечно же, сколько на сотка или 90 миллилитров. Сейчас посмотрю, если кому-то это важно. Объем 100 миллилитров. 100 миллилитров и годен он до 2028 года, а именно до октября. Классный, классный парфюм. Очень-очень рада. Третий аромат в полноразмерном флаконе, который я вам покажу. Тоже моя новиночка, понятное дело. Очень похож на уже имеющийся у меня парфюм. И когда мне продавец положил от Ливан в подарок, я сначала подумала, что это именно аромат Арт Альза Фаран Моусуф Варде. Но нет, это был не он. Это был именно аромат от Латафа под названием Мояр. Конечно, я думаю, вы уже обратили внимание на то, какая у меня коробочка тубус металлическая, помятая пришла. Вот так вот. Не знаю, что с ним делали. Пинали, играли в футбол. Но если заказывала я бы в качестве подарка этот парфюм, то была бы очень расстроена. Еще с учетом того, что за возврат берут деньги. Заказывала я его на ВБ. Соответственно, это не очень приятная ситуация. Так что имеем в виду, может быть, такое. В общем-то, вот такой флакончик. Флакон, слава богу, был не поврежден. Ничего не треснуло, не лопнуло. Хотя я, честно говоря, переживала, что может быть такое. Но, слава богу, с флаконом все хорошо. Флакон симпатичный, на мой взгляд. Мне нравится, как он сделан. В стиле арабской парфюмерии. По поводу аромата, собственно. Да, он очень похож на Art Alzafaran Mo Soufwardia. И я поначалу даже думала, что не буду его приобретать, потому что смысл иметь два практически идентичных аромата в коллекции. Но потом, я когда пользовалась именно подарочным от Левантом, я для себя заметила некие различия. А именно, аромат Майяр для меня более, скажем, воздушный, более нежный, более свежий, чем Mo Soufwardia. Хотя Mo Soufwardia тоже довольно-таки легкий ягодный парфюм. Но в аромате Майяр здесь как будто бы больше воздуха. Вот, как я уже сказала, больше свежести. И причем я в нем, знаете, слышу ягодное шампанское, бокал ягодного шампанского, который уже постоял несколько часов. Соответственно, который выдохся, испарились и ушли газики со временем. Поэтому это для меня бокал ягодного шампанского, уже который выветрился. Плюс ко всему, что мне нравится, помимо вот этих красных ягодных нот, я в нем слышу черную смородину. Я сначала подумала, что у меня какие-то альфакторные глюки, что настолько здесь вышло на моей коже натуралистичная черная смородина, зеленая, с кислинкой, такая свежая. И потом я посмотрела пирамиду, оказывается, да, черные смородины есть в пирамиде. И вот это опять же такое различие между Моусуфварди, потому что там нет черной смородины, там просто красные приятнейшие ягодки. Вот здесь это есть кислинка, ягодность, именно шампанское, как я сказала в нем слышу, приятный воздушный пушистый мускус. И плюс ко всему мне здесь слышится, конечно же, роза и пион. Но роза и пион, они все-таки на подпевке, на подпевке именно у ягодного блока, скажем так. Мне на данный момент он нравится больше, чем Моусуфварди, хотя тот аромат тоже прекрасный, и я знаю, что он многим нравится, и мне он тоже нравится. Но я вот в какой-то момент для себя обнаружила именно такие различия между ними, что не устоял и заказал полноразмерный флакончик этого аромата. Благо цена позволяет, объем, как всегда, огромный, как полагается у арабской парфюмерии, по-моему, сотка. Ну, видно по флакону, что огромный объем. Но, конечно, да, не могу отметить тот факт, что они схожи с Моусуфварди, поэтому если у вас есть этот аромат, то вам не нужен Моусуфварди. Если у вас есть тот парфюм в коллекции, то, в принципе, наверное, смысла нет покупать вот этот. Но в качестве от Леванта можно познакомиться. Возможно, вы тоже для себя найдете различия между ними, и вам захочется иметь в коллекции этот аромат. Вот он более свежий, он более прохладный. Мне нравится, что в нем больше свежести. Например, Моусуфварди сейчас у меня настаивается, и в нем как будто бы даже припудренные ноты стали такие плотные появляться. И по сладости, в принципе, он больше, опять же, насыщенный, мне кажется, чем вот этот. Поэтому буду пользоваться с удовольствием, жарким летом, и стойкость хорошая. Я его когда в от Леванте тестировала, мне показалось, что на моей коже он продержался чуть ли не 7-8 часов. Конечно, там уже к базе остался просто такой нейтральный мускус, но тем не менее, это довольно-таки неплохая стойкость, с учетом того, что я аромат тестировала на запястье, а на запястье у меня долго они не сидят. В общем-то, вот такая новинка, потрясающая. Я очень рада, буду пользоваться с удовольствием жарким, знойным летом. Душить меня он 100% не будет, потому что в нем много свежести, много сочных, взрывных, кисленьких ягод. Черная смородина потрясающая. Вот этот аспект и эффект, как будто бы бокалы ягодного шампанского. Цветочный пушистый блок в виде пионы и розы тоже мне нравится. И воздушный мягкий нейтральный мускус. Опять же, не сказала бы, что это какой-то арабский насыщенный мускусяо. Нет, такого здесь нет. Ну что, мои хорошие, вот такие у меня арабские новинки появились. Такое коротенькое видео сегодня получилось. Пишите, пожалуйста, с какими ароматами знакомы вы. По-любому что-то из этих ароматов знаете, по крайней мере, те, кто увлекается арабской парфюмерией. Я активно сейчас тоже знакомлюсь со многими ароматами. Заказываю прежде пробники, вернее, отливанты. Заказываю именно вот такие небольшие отливанты. У меня их уже накопилось довольно-таки много. Думаю, что даже можно видео целое снять. Что-то нравится, что-то нет. Хочу немножечко вам рассказать еще про аромат, по поводу которого я пока что думаю. Это, опять же, бренд Latafa и аромат называется Mask Mood. Обязательно вставлю, как выглядит полуразмерный флакон. Здесь очень красивый мускус и какие-то такие именно пудровые чистые ноты. Вот какая-то здесь чистота в нем присутствует, аспект как будто бы белый на крахмалиной рубашке. Чуть ли не даже детскую присыпку я в нем слышу, чего-то такое. И я, в принципе, нашла очень похожий на него аромат от другого бренда. Не помню, как точно называется. Обязательно подпишу. Они, к сожалению, на этих отливантах не прописывают название бренда. Это аромат Pua Mask. Вот он, в принципе, очень-очень похож с Mask Mood от Latafa. Но при этом вот этот аромат более-более мягкий, более носибельный для меня показался. И поэтому я сейчас раздумываю. Раздумываю по поводу его приобретения. И пока не знаю, взять ли мне все-таки Latafa, либо взять мне вот этот Pua Mask. Посмотрим. Но ароматы интересные. Я даже не ожидала, что мне понравятся ароматы на тему мускуса. Тем более арабские. Но прям-таки зашли. Еще один аромат, который очень-очень популярный. Также от бренда Latafa. Называется он, по-моему, Хамра. Да, как это Хамра. К сожалению, уже даже название стерлось. Вот я давно хотела с ним познакомиться. И тут заказала отливант. И мне он, знаете, понравился. Но я пока что, опять же, сомневаюсь, что мне нужен целый такой 100-миллилитровый огромный флакон. Я в нем слышу. Вот бабушка мне в детстве делала очень вкусный и полезный десерт. В виде дробленых грецких орехов. В виде сухофруктов и меда. Она все это между собой перемешивала. Сначала через мясорубку пропускала. И получалась такая вкусная медово-ореховая сухофруктная, как будто бы паста. Вот что-то такое. И в этом аромате я слышу эти нотки. Плюс алкогольность какая-то присутствует. Ликерность, коньячность. Не, скорее всего, коньячность. Не ликерность, а именно коньячность. Я в нем слышу алкогольные такие теплые пьянящие ноты. Мускус тоже есть. Плюс древесные ноты. В общем-то, аромат в целом интересный. Очень интересный. Я подумаю, я его разношу получше из этого от Леванта. И уже приму решение, стоит ли покупать полноразмерный флакон или нет. Вот. Так что вот такое знакомство тоже у меня было. Поэтому, девчули, если будет интересно вам послушать про вот эти... Ой, извините. Про арабский от Леванта, то, что у меня есть. Я сниму. А, еще я заказывала один от Леван. Даже не помню, как он точно называется. Здесь целых 6 миллилитров. Я вставлю название и как выглядит флакончик. Ой, ну вот здесь... О, господи. Здесь мускус. Здесь такой насыщенный мускус. Но при этом присутствуют такие именно порошковые ноты. Я бы сказала, здесь мускус порошково-чистый, скрипучий такой. Вот здесь вот что-то по типу кирки. И знаете, что хочу отметить? Что он безумно-безумно стойкий. Сейчас я его нанесла на блотер. Да. Это, я бы даже сказала, настолько чистый мускус, как будто бы какая-то пеннобритвенная даже нота присутствует. Пеннобритвенная мужская нота и очень-очень много мускуса. Насыщенного мускуса. Но вот, как уже сказала, стойкость у него, будь здоров. У меня на блотере он просидел, наверное, до трое суток. На всю ванну шлифил. Я как раз этот блотер оставила в ванне. И в ванне стоял вот этот аромат. Насыщенный, диффузный. Вот для тех, кто любит именно мускус, такой хрустящий, на тему чистоты порошковости и на тему пеннобритвенных нот, присмотритесь. Неплохой аромат. Здесь нет для меня никаких фруктовых нот. Ну, возможно, есть что-нибудь по типу бергамота, либо лайма. Какие-то цитрусы минимальные. Ну и все на этом из фруктов. Вот. Так что вот такая бодяжка. Цвет жидкости, конечно, такой интересный. В общем, на этом я буду с вами прощаться, мои хорошие. Спасибо вам, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok